31 профессиональный бой, 28 из них закончились нокаутом и ни одного поражения. Казахстанский Тайсон Геннадий Головкин прибыл в Астану и провел первую официальную пресс-конференцию. Открыто и честно он рассказал о предстоящих боях, планах на будущее, о своей семье и друзьях. А главное, показал, каким должен быть настоящий чемпион. Какой он, Геннадий Головкин, расскажет Елена Шрайбер. Единственный человек, который может разбудить казахстанцев в 7 утра в воскресенье, это Геннадий Головкин. Шутка в адрес боксера уже давно вошла в обиход. Спортсмен стал не просто кумиром, а настоящим культом. За него болеют мужчины, им восхищаются женщины, его уважают дедушки и бабушки, на него равняются дети. Хотя сам спортсмен не считает себя звездой. Мне очень приятно, когда меня поздравляют, когда именно искренне желают удачи, успехов. Мне это очень приятно. Так как я сам очень открытый человек, я не стараюсь напугать или сделать себе какой-то имидж. Я открыт для всех и я чувствую. Мне это очень приятно, когда болельщики, когда мои поклонники, скажем так, что им нравится моя работа, мой бокс. Классические костюмы, белая рубашка. Многие болельщики даже не сразу узнали именитого боксера. По виду настоящий чиновник. Кстати, на вопрос о возможном политическом будущем Геннадий ответил однозначно. Пока место в верхах ему не предлагали. Посмотрите на меня, что мне можно предлагать. Если предложат, вы знаете, мне нравится, то та позиция, в которой я нахожусь сегодня, мне она очень привлекательна. Я рад тому положению, в котором я нахожусь. Говорить, что будет в будущем, я вам скажу вот так. Я к этому лично не стремлюсь. Абсолютно. Не пресс-конференция, а домашняя беседа. Так предпочел назвать сегодняшнюю встречу спортсмен. Вопросы тоже были домашние. Например, какие маленький Гена смотрел в детстве мультики, где и с кем планируют отмечать Новый год, и какое самое вкусное блюдо готовит ему мама. Честно и открыто, боксер ответил даже на нескромные вопросы. Я на самом деле очень скромный человек. Я не хочу, значит, говорить. Да, уже, говоря нескромный, я чувствую на себе это внимание со стороны женского пола. И мне это радует. В плане того, что у меня нет... Секунду, извиняюсь. То есть мне это очень приятно. Мне это очень приятно. Говорить о том, кем я являюсь, каким я являюсь. Мне тяжело себе говорить. Будет ли бой в Астане? Этот вопрос больше всего интересовал болельщиков. Бой возможен, но обойдется недешево. Впрочем, забегать далеко вперед все же не стали. Сейчас главное выйти на ринг с Мартином Мюреем. Бой пройдет в феврале в Монако. Хотя к нему Казахстан с китайцами еще даже не начал готовиться. Вашей подготовки в данный момент еще нет. Я приехал домой. У меня, знаете, сейчас я очень далек уже от бокса. И пытаюсь максимум расслабиться, насладиться общением с друзьями. Написать книгу, выпустить собственную линию одежды в Казахстане и почаще бывать с семьей – это лишь малая часть всех планов Геннадия Головкина. Журналисты еще долго не хотели отпускать боксера, но у спортсмена все по расписанию. В холле Назарбаев университета его уже ждали студенты. Каждый мечтал получить автограф и фото с чемпионом. Но поклонников оказалось слишком много. Хотя некоторым повезло намного больше.